МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Поэтому к результатам просим относиться как к эксперименту. Ученые не знали, в какой емкости чье горючее. В итоге по большинству показателей бензин соответствует нормативу. Правда, как правило, его самым низким, предельно допустимым показателям. И отклонение от нормы нашли в топливе, купленном на заправке КНП. Это проба под номером один. Слово эксперту. Из всех проб по одному из основных характеристик по октановому числу, определенному исследовательским методам, не подходит первая проба. У нее октановое число 89,7. Все остальные пробы, 2, 3, 4, вот видите, 91,4, 91,4, 91,2, примерно попадают в область это. Потому что октановое число 92, ошибка 0,5, то есть плюс-минус. Но почему-то все на нижнем пределе. Первая проба тоже странная. Очень большое количество механических примесей. Эти примеси говорят о том, что, очевидно, хранение бензина или емкости, в которых хранится бензин, уже довольно-таки старые. Или не промывались. Пусковые свойства у всех бензинов нормальные. Но, но, ни у одного бензина нет показателя по 90-процентной температуре в экипании. Нет той фракции, которая обеспечивает технические характеристики на форсаже. Все заведется, уехать будет нормально в городском режиме. Но вот когда на форсаже, когда, допустим, надо обогнать кого-то или уйти, тот он очень долго будет выходить на те показатели, которые необходимы. Что умиляет меня? Что во всех бензинах невысокое содержание серы. Мое такое заключение, что это не все бензины, не одного производителя, а сборные бензины. Может быть, и не только заводы. Вот тут я по оксигенатам, по кислород содержащим сказал, завышенное содержание. А это уже не заводы производят. И на этой неделе ситуацию с бензином прокомментировали специалисты КНП. После выхода сюжета в программе «Вести» Красноярске, эксперты предприятия сделали свою закупку. Мы повторно произвели отбор пробы, конкретно 92-го, об этом марке ведется речь. И тоже подтверждаем протоколом и испытанием, что топливо на конкретной заправке соответствует требованиям ГОСТа. От клиентов бывают жалобы, периодически. Бывает, мы разбираемся. Но повода обвинить нас в том, что у него некачественное топливо, пока ни одному клиенту, прямо конкретно доказать, что он заправился какой-то гадостью у нас, такого случая еще не было. Это же судебное дело, это легко можно все сделать. Впрочем, о плохом качестве знают, пожалуй, все водители. Вот что рассказывают нам автолюбители. Заправил вчера машину 92-м бензином. Проехал километров 10, и машина начала дергаться, и стали плавать обороты. Видимо, теперь придется поменять свечи. Спасибо, уважаемые заправщики. Заменил форсунки, топливные фильтры, промывал всю систему. В общем, из-за одной заправки оставил кругленькую сумму в автосалоне. Да, загадили топливную систему на одной городской заправке. Было дело. Поехали я в Красноярск. Доехал на заправку, заправил машину 20 литра 92-й. Но не доехал. Мне машина сломалась, начала дрыгаться, не тянет, не идет. Я поехал в сервис, загнал. Они проверили, говорят, оставляйте машину, она не рабочая у вас. Пришел за машиной, мне позвонили, так и так. 8,5 тысяч отдал. Сегодня в Красноярском крае бензиновый рынок между собой делят в основном 25 часов. Магнат РД, Фортуна Плюс и Красноярск нефтепродукт. Из федеральных сетей станции Роснефти и Газпромнефти. Но сколько именно в регионе работает автозаправок, определить не может никто. Как ни удивительно, но ни в Красноярск, кстати, ни в правительстве края такой статистики нет. Примерное число 700-800. Официальной статистики нет и по изменению числа автозаправочных станций за последнее десятилетие. Из истории становления компаний известно, что Газпромнефть, например, в Сибирь пришла только в середине 2000-х. Зато сейчас у нее около 30 АЗС. Магнат РД и Фортуна Плюс работают в регионе с середины 90-х и сейчас имеют десятки станций. Компания Красноярск нефтепродукт, в собственности которой 133 АЗС, судя по последним опубликованным отчетам, только за один год, в 2011-й, увеличила общую выручку в полтора раза и получила 15 миллиардов рублей. А чистая прибыль компании в 2011-м была 114 миллионов, что почти в два раза больше, чем в 2010-м году. В общем, понятно, что в бензиновом бизнесе крутятся немалые деньги. По оценкам экономистов, стоимость одной автозаправочной станции в крае 30-40 миллионов рублей. Окупается АЗС за три года. Почему при этом? На некоторых автозаправочных станциях бензин неудовлетворительного качества. Вопрос, скорее, из разряда философских. Но вот как защитить себя от плохого топлива? Об этом я хочу поговорить с нашим экспертом. На связи со студией находится ведущий специалист отдела защиты прав потребителей Роспотребнадзора Иван Заболоцкий. Иван Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, Иван Владимирович, дайте советы, как автолюбителям оградить себя от некачественного бензина, ну и защитить автомобиль от плохого топлива. Прежде всего, как сам автолюбитель, рекомендую заправляться на одной заправочной станции, которая уже вами неоднократно была проверена. И один из немаловажных моментов – это после каждой заправки необходимо брать чек, товарный чек, при наличии которого будет проще доказать вину заправочной станции. А как посоветуете поступить нашим героям, которые отдали кругленькую сумму в автосервисе после заправки? Можно ли взыскать с владельцев АЗС стоимость ремонта машины? Да, безусловно, можно. Сперва необходимо провести экспертизу в Красноярском центре сертификации, который находится на Лавилово 1А. И проведя диагностику автомобиля в авторизованном сервисном центре, после того, как вы эту сумму определяете, вы уже можете обратиться к заправочной станции с претензией о компенсации вот этих необходимых расходов. А если на станции отказываются возмещать ущерб? В случае, если потребителю дается отказ, либо письменный, либо в устной форме, рекомендуем потребителю обращаться за защитой своих нарушенных прав в соответствии с законом, в защите прав потребителей в судебные органы. В этом случае, есть ли практика положительных судебных решений и вообще были ли подобные дела в судах? У нас такой статистики не ведется. Думаю, если бы была такая обширная у нас практика, думаю, качество топлива бы повысилось на разы. То есть вы считаете, если бы автолюбители сами решали вопрос законным путем через суд, то заправщики не позволяли бы себе продавать бензин плохого качества? Я думаю, да, поскольку при возникновении спорной ситуации на заправочную станцию будет взыскана не только сумма ущерба, которую понес потребитель, но и разного рода штрафные санкции, предусмотренные законодательством, которые суд взыскивает за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя. Иван Владимирович, спасибо. Пожалуйста. Отмечу, что каждое четвертое обращение в автосервис случается из-за плохого бензина. При этом, если на Западе обнаружено некачественное топливо, вся цепочка – заправка, подставщик, производитель – подвергается карантину, а наказание от огромных штрафов до полного закрытия предприятия. В России же все заканчивается на штрафе для заправщика, и то в редких случаях. Продолжение следует...